Давайте попробуем разобраться с одним важным вопросом. Чем будет определяться направление переноса веществ сквозь мембрану, если эти вещества идут просто через бескору? Концентрация вещества. Конечно, конечно, на самом деле вещества просто дефондируют. Так? Знаем честно. Как мы уже сказали, только не все вещества могут себя вести. То, что мы сейчас будем с вами рассматривать, называется избирательный транспорт. Мембрану, ну, мембрана буду рисовать, как такую, полскую полосу. Вставим белочек. При изменении внешних условий белки могут менять информацию? Да. Могут. Ну, вот если он вставлен, то вот эти вот полюса гидрофильные, а здесь посередине гидрофильных. Допустим, в этих условиях белочек свернут вот в такую конструкцию. Это формула. А если условия поменялись, конструкция меняет свою форму. Вот так. Угу. Я вас вижу? Да. Вижу. Что возникло в конструкции? Да. Да. Отлично. Такие белки, которые, мембранные белки, при изменении конформации получают внутреннее отверстие. Вот называются белки канала. При этом белков канала очень много самых разных. И скажите, пожалуйста, форма, размер, траектория вот этого центрального канала. У разных белков одинаковые или различные? Разные. Различные. Разные молекулы полярных веществ, которых вот эта основа не пропустит. Так. Если они полярные, они на себя водные диполи нацепляли? Да. В произвольных местах или строго определенных? Строго определенных. В результате мы будем иметь для каждого типа молекул полярных строго определенную конструкцию какую-то вот такую. Так. Значит, это просто гидротирующая шуба, внутри висит сама молекул. Так вот, если форма канала подходит для прохождения вот такой молекулы, значит ли это, что через этот канал все остальные полярные молекулы тоже могут пролезть? Нет. Нет, не знаю. В результате белки канала, проницаемые активной конформацией, не для всех веществ подряд, а для строго определенных. Они работают из горки. При этом, что, какая сила будет определять движение вещества сквозь белок канала? Дефузия. Та же самая дефузия. Так? А клетка сама тратит ли энергию на перенос вещества сквозь белок канала? Нет. Нет, не тратит. Вот это и есть пассивный транспорт. Пассивный транспорт сквозь мембрану всегда идет… Так, стоп. Здесь будет одна вставочка. Словосочетание «гардиент» и «концентрация». Слышали, Калина? Да. Ага. Значит, на самом деле, строгое введение «гардиента» не является нашей задачей. Вводится он математически. Мы это крайне упрощенно будем относиться к «гардиенту». Различия по условиям. Вот если концентрация вещества в одном месте здорово отличается от концентрации вещества в другом месте, можем говорить, что имеется высокий «гардиент» концентрации. А если слабое отличие? Низкий «гардиент» концентрации. А если концентрации равны? Нулевой. Это понятно? При этом диффузия всегда идёт по «гардиенту» концентрации. То есть направление по «гардиенту» — это движение из зоны какой концентрации? В высокой концентрации, в зону низкой. Ещё раз подчёркиваю, это крайне упрощённое представление о «гардиенте». Так? Но достаточное для того, чтобы на этом уровне дальше разбирать. Через белки канала диффузия транспорт всегда идёт по «гардиенту» концентрации и без затраты энергии. Это пассивный транспорт. По «гардиенту» концентрации и без затраты энергии. Пассивный транспорт. Скажите, а проход веществ сквозь фосфолипидную основу удовлетворяет этим требованиям? По «гардиенту» концентрации без затраты энергии. Поэтому проход веществ через фосфолипидную основу — это тоже пассивный транспорт. Так. Но дело в том, что за счёт пассивного транспорта что можно сделать? На самом деле, если мы включили на полную катушку пассивный транспорт по всей поверхности клеточной мембрии, к чему это приведёт? К уравнению концентрации. Значит, просто уравняется концентрация внутри клетки и вне клетки. А что это для клетки будет означать? Смерть. 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 Её содержимое перестало отличиться от внешней среды. Это понятно? Да. Поэтому кроме пассивного транспорта ещё активнее. Активный транспорт никогда не идёт здесь. Здесь мы просто не умеем идти. Так? Для него обязательно нужны белки особого типа, которые уже будут называться белки-насосы. Белков-насосов много разных. Мы с вами на одной конкретной модельке поработаем. Ну, учтите, ребята, опять же, модель упрощённая. То, что я сейчас вам могу дать. Так? Она даёт примерное представление. Так? Ну, допустим, я не знаю, хороший химик может меня ногами побить за такое упрощение и отклонение от обычных объяснений. Но у нас сейчас задачка такая. Разбираться не в тонкостях химии, а разобраться в обслуживании клетки хотя бы на уровне аналоговых моделей. Вот так мы и делаем. Значит, представим себе малюкул уголка, которая вот так вот стоит. А рядом с ней, вот здесь, полугружённый партнёр. В мембране. Допустим, вот это у нас внешняя света. Так. Это то, что окружает клетку. А здесь, что находится? Вот так классно. Отлично. Ну и поехали. У этого белочка есть активный центр. Вот он. способный присоединить строго определенную молекулу. Допустим, вот такую. Вот такую молекулу он сможешь присоединить? Нет. Нет. Вот такую? Нет. То есть, каждый из них такого белка может присоединить только строго определенную молекулу. Хорошо. Присоединить. Ну, вспоминайте, какие причины могут вызывать изменения конформации у белковой молекулы. В частности, активные химические вещества могут изменять? Да. Активные те, которые взаимодействуют с активными центрами. Взаимодействие произошло? Да. Что будет с информацией белка? Связи. Изменится. Ряд связей порвалось, ряд связей, маленький, замкнулось. Форма молекул меняется. Был вот такой огурец, да? Огурец взял и согнулся. После того, как он изогнулся, что произошло? А вот что произошло. Молекул поменял информацию. В результате, вот эта точка, где присоединена молекула к переносимому веществу, где оказалась? Нет. Вот. Вот. Вот она, переносимая молекула. При конформации, что сделал белок? А он просто растолкал окружающие хосфолипиды. А как только он провернулся, тут же хосфолипиды опять согнулись в свое личное положение. Хорошо. Получили. А теперь, вот этот партнер, это на самом деле разлагающий фермент, который может катализировать одну единственную реакцию на свете. Реакцию отделения вот этой молекулы от активного центра. Итак, как только эта молекула приехала сюда, сработала фермент и отрезала, останется и на месте эта молекула. Нет. Температурное движение, она улетела. Обратите внимание, мы протащили молекул сквозь мембрану. А что сделает сам белок после того, как от него отрезан? А он вернет свою исходную конформацию. Так. Может ли он теперь зацепить следующую молекулу из внешней среды? Зацепил, это вызвало его конформацию, он протащил сквозь мембрану. А партнер ее отрезал. Так. Но дело в том, что эти преобразования пойдут в одном единственном случае. Эти реакции все эндотермические, то есть идут они только в случае выделения энергии в этом районе. А что у нас в клетке является переносчиком энергии? АДФ. 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 Каждая реально существующая качает только в одну сторону. Хорошо. Теперь попробуем. А должна ли клетка уметь управлять транспортным веществом сквозь мембрану? Или это процесс вообще наоборот в случае? Попробуем прикинуть самые простые ходы по управлению данной системой. Что достаточно, чтобы выключить работу насоса? Не подавать энергия. А чтобы опять включить? Подать энергия. Ну, на самом деле, как правило, существует еще масса дополнительных способов активации и деактивации. Точно так же, как и с канала. Но вот сейчас я предельно простой для понимания о случае вам покажу. Насколько я знаю, почти никогда не работают. Там всегда более навороченные механизмы. Но просто, чтобы вы поняли, что канал тоже можно, на самом деле, включать и выключать. Допустим, в такой конформации канал проводит вещество А. Если в клетке мало вещества А, для него канал открылся, вещество А депонтирует в клетку. В ходе этого процесса, что с концентрацией вещества А в клетке увеличивается? Увеличивается. А вот здесь в бутылке на белке канала есть активный центр для молекулы вещества А. Пока концентрация А в стоплазме не ста. С какой вероятностью молекула сюда подсоединилась? С маленькой. Когда концентрация А возрастает, возрастает вероятность того, что одна из молекул сюда подсоединилась. Если сюда подсоединилась молекула А, что происходит с люком? Закрывается. А он конформирует, что при этом с каналом закрылся. То есть, когда прошла достаточная доза вещества, система заблокируется. Наличие может добыть из клетки вещества В, которые необходимы. Сквозь этот же канал? Да. А мы с вами говорили, форма канала дает возможность прохождения любого типа вещества. Но вдруг В еще меньше, чем А. Отлично. Меньше ли подходящей формы? Скажите, пожалуйста, все белки закодированы на ДНК? Все белки? Да. Да, скажите, белка закодированы на ДНК. ДНК содержится в гидре клеток? Да. Живое существо отстает из клеток? Да. Отлично. У нас родился мутант, у которого один из клеточных белков, конкретно вот этот, проводит не только одно вещество, а попутно вызывает потерю еще одного нюхного вещества. Что будет с этим мутантом? Мутант. Он, кроме, будет ли передана потомкам информация о конструкции такого белка, который, проводя одно вещество, одновременно теряет другую? Нет. Не будет передана. А информация о каком белке будет пересняться? Нормально. А вдруг он даже обозревался? Еще раз. А вдруг он даже обозревался? Этот процесс потери вещества В настолько ли вредоносен для жизни? Нет. Если носитель его все-таки дожил бы в белувозревности. Значит, это не настолько страшно. Он так будет включать стероиды? А, программированный анализ смен. Да, такое бывает, конечно. Значит, это одна из систем управления эволюцией, дальнейшей эволюцией биологических форм. Да? Но все равно он подойдет. Если вы попробуете эту схему, приложите к нашим картиночкам изменения аллеевных частот. Вы увидите, что произойдет. Идея понятна? Какие же специальные процессы нужны в порядке, чтобы один эволюцией проводил молекулы внутрь, а второй и оцеплял эту молекулу? Но они же стоят просто так практически. Ага, просто так. Классно. Давайте подумаем. Предки, хоть что-нибудь просто так существует? Нет. Нет. А как же это интересно взять, где там сидит такой маленький-маленький демон, или Дух Святой, или Биаколя, сидит в клетке, да, и управляет вот это вот сюда, это вот сюда. Так? Или можно попробовать представить не так? А самое интересное, у вас предостаточно голой базовой информации для того, чтобы самим построить модель, да? Вполне закономерного движения вещества внутри клетки. Вполне закономерного. На основе того, что вы знаете. Конкретно формулирую задачу. Клетка. Допустим, в этой зоне клетки, в этой зоне клетки, ведется синтез вещества А. А нужно вещество А вот в этой зоне. Вот здесь его потребление. Так? Хорошо. Теперь, в этой зоне ведется синтез вещества В. А нужно вещество В вот в этой зоне. Здесь его потребление. Здесь ведется синтез вещества С. А нужно вещество С вот в этой зоне. Так? Интересно, что в клетке одновременно идут процессы биосинтеза самых разных веществ. При этом обязательно они прямо в этом месте будут потребляться. Нет. Нет. Значит, надо как-то решить ту самую проблему, о которой Ай говорит. Как взять и загнать вещества в нужную позицию без святого духа, без маленького демона или маленького зелененького человечка. А на основе того, что вы знаете, прошу, разумеется, если это зона синтеза. Что здесь с концентрацией вещества А? Мало того, что большая, она во времени увеличивается или уменьшается? Уменьшается. Увеличивается. Если здесь зона потребления А, как во времени меняется концентрация вещества А? А, меняется, уменьшается. Она уменьшается. Вещество А встраивается в состав других малютов. Получили бардерел? Угу. Получили. Куда пойдет дикузин? При этом вещество А дефонтировать будет вот в эту сторону. А вещество С? Куда. Из зоны производства куда? Зона потребления. Вот так. А вещество Б? Из зоны производства куда? Зона потребления. Зона потребления. Ну и что, есть какая-нибудь мистика или магия? Нет. Да нет. Просто обычно не приходит в голову. Попробовать применить то, что вы на самом деле знаете, к другой теме. Вот меня это всегда поражает. Как так интересно получается в нашем варианте образования. На самом деле не в нашем. Насколько я знаю штатскую систему или французскую систему, примерно то же самое. Физика где-то там, химия где-то там, биология где-то там, история где-то там, и все это никак не связано друг с другом. Да, ребята, мы живем в целостном мире. Название химия, физика, биология, история это такие этикетки, которые придумали люди. Мир от этого не распадается на отдельную комнату, ну целостно. Так что такое биология? Биология это химия, физика, математика, примененные по отношению к живым объектам. Хорошо, дальше вернемся. Я ответил на ваш вопрос? Спасибо. Спасибо. Спасибо.